Всем привет! Это Дядя Паша, вы смотрите проект Fusion 365. Тема сегодняшнего выпуска тоже взята с форума Autodesk Community. Вопрос был такой. Как можно масштабировать эскизы и тела, и можно ли неравномерно, то есть с разными коэффициентами по разным осям? Ответ принадлежит не мне, а Антону Васильеву, за что ему огромное спасибо. Я просто визуализирую в этом выпуске то решение, которое он предложил. Итак, сначала рассмотрим эскизы и ответим на первый вопрос, можно ли это делать. В режиме эскизов у нас есть инструмент SketchScale, с помощью которого мы можем масштабировать элементы эскиза. Мы выбираем эти элементы, какие-нибудь элементы, указываем точку, относительно которой производится масштабирование, и, собственно, масштабируем. Как вы видите, здесь нет возможности выбирать равномерное масштабирование или неравномерное. Здесь только равномерное. Один коэффициент по всем осям, по двум. Это касается любых примитивов, то есть это ограничение самого инструмента. Мы можем попробовать сделать то же самое, например, со сплайном, и получим точно такой же результат. Масштабирование Uniform Scale. Итак, со скетчами разобрались. Здесь этого сделать нельзя. В режиме твердотельного моделирования мы имеем тоже инструмент Scale. Выбираем Entities. Вот этот шарик возьмем, создан примитивом. Указываем точку. И вот здесь у нас есть возможность выбирать тип масштабирования. Uniform – это с одним коэффициентом по всем осям. Или Non-Uniform. Что, собственно, как вы понимаете, как раз то, что нам нужно. То есть мы в очередной раз убеждаемся в таких отличиях, в различиях между движками эскизов и движком трехмерного моделирования во Fusion. Есть еще несколько ситуаций, в которых движок трехмерного моделирования позволяет делать такие вещи, которые режимы эскизов делать не позволяют. Итак, что же мы можем делать с эскизами? Собственно, вывод напрашивается сам собой. Нужно просто из линии эскиза сделать сущность, с которой можно работать в режиме трехмерного моделирования. Нужно сделать тело, либо поверхность. Мы сейчас это и сделаем. Я покажу на простейшем примере с вот этим сплайном, но основная мысль абсолютно одинаковая для любых фигур. Мы создаем поверхность. Поверхность – это уже сущность, которая существует в режиме 3D-моделирования. Ее мы можем легко смасштабировать так, как нам нужно. Выбираем поверхность, выбираем точку и масштаб. Давайте по оси Z растянем. Теперь нам нужно перевести эту трехмерную сущность обратно в эскиз. Делается это при помощи проецирования. Берем Project и выполняем проекцию этой поверхности на эскиз. Поверхности, либо любого из рёбер. Жмем ОК. Стоп скетч. Вот это изначальный эскиз. Это тело. И полученный смасштабированный эскиз. Естественно, после проецирования мы можем его отвязать от проекции, бреклинк и работать с этой линией как самостоятельной. В данном случае нужно бреклинк сделать вот так вот лучше всего. Бреклинк. Все. Она становится синенькой. Вот, собственно, ответ на вопрос. В эскизах тоже можно, но через режим 3D-моделирования. Ещё раз спасибо Антону Васильеву за ответ по этому вопросу. Если информация полезна, то ставьте лайк. Ссылка на тему на форуме от EDS Community будет в описании к этому видео. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok